Глава 56 – События Когда наступит событие – День Воскресения Никто не сочтет его наступление ложью Оно унижает и возвышает Когда земля сильно содрогнется Когда горы раскрашаться на мелкие кусочки А затем превратятся в развеянный прах Вы разделитесь на три группы Одни будут по правую сторону Кто же будет по правую сторону? Другие же будут по левую сторону Кто же будет по левую сторону? И будут опередившие их всех в добре, которые опередят их и в раю Это будут приближенные Которые прибудут в садах блаженства Многие из них – из первых поколений И лишь немногие – из последних Они будут лежать на расшитых ложах Друг против друга, прислонившись Вечно юные отроки будут обходить их С чашами, кувшинами и кубками С родниковым напитком – вином От которого не болит голова и не теряют рассудок С фруктами, которые они выбирают И мясом птиц, которые они желают Их женами будут черноокие, большеглазые девы Подобные сокрытым жемчужинам Таково воздаяние за то, что они совершали Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей А только слова «мир!» «Мир!» И будут те, кто по правую сторону Кто же будет по правую сторону? Они прибудут среди лотосов, лишенных шипов Под бананами или акациями комединосными, с висящими рядами плодами В распростертой тени Среди разлитых вод И многочисленных фруктов Которые не кончаются и доступны Они будут лежать на приподнятых матрацах Мы сотворим их в новом облике, совершенными И сделаем их девственницами Любящими и равными по возрасту Это для тех, кто по правую сторону Многие из них – из первых поколений А многие – из последних И будут те, кто по левую сторону Кто же будет по левую сторону? Они окажутся под знойным ветром и в кипятке В тени черного дыма Которые не приносят ни прохлады, ни добра Прежде они нежились роскошью Упорствовали в великом грехе И говорили, неужели мы будем воскрешены после того, как мы умрем и станем прахом и костями? Или же наши праотцы Скажи, воистину, как первые, так и последние поколения Будут собраны в определенном месте в известный день Тогда вы, озаблудшие, сетающие лжецами посланников Непременно вкусите от дерева заккум Вы будете набивать ими животы И запивать их кипятком Как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды Таким для них будет угощение в день воздаяния Мы сотворили вас Почему же вы не признаете воскрешение? Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы создаете его или мы создаем? Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать нам Заменить вас подобными вам, или изменить ваши обличия, и создать вас такими, какими вы себе и не представляете Вы уже знаете о первом сотворении Почему же вы не помяните назидание? Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или мы заставляем? Если мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными И скажите, воистину, мы потерпели убыток Более того, мы лишились пропитания Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли не спосылаете ее из дождевых туч или мы не спосылаем? Если бы мы пожелали, то сделали бы ее горькой Почему же вы неблагодарны? Видели ли вы огонь, который вы высекаете? Вы ли создаете деревья для него или мы создаем? Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для путников Прославляй же имя великого Господа твоего Но нет! Клянусь местами заката звезд, или не с послания частей Корана Если бы вы только знали, что это – клятва великая Воистину, это – благородный Коран Находящийся в хранимом Писании К нему прикасаются только очищенные Он не спослан Господом миров Неужели вы не веруете в это повествование, или отворачиваетесь от него? И делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину А когда душа подступает к горлу? И вы смотрите на умирающего Мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние? Не вернете ее, если вы говорите правду? Если он будет одним из приближенных То обретет покой, или радость, или милость, удел, или базилик, и сад блаженства Если он будет одним из тех, кто по правую сторону То ему скажут, мир тебе Ты являешься одним из тех, кто на правой стороне Если же он будет одним из заблудших, сетавших лжецами посланников То угощением для него будет кипяток И он будет гореть в аду Это и есть истина Прославляй же имя Господа твоего великого